съездил быстренько в магазин тут у нас есть магазинчик ларек очень классный магаз есть всякие разные овощи постоянно свежие я если что-то мне нужно из фруктов там какие-то овощи и орехи в основном туда заезжаю вот пока ездил приехал ладно что оля заметила короче блины в принципе получились вот сейчас я даже попробую вот ну некоторые подгорели но и думаю что в общем да в целом нормально так и здесь у нас варится что это олен рецепт суп-пюре который мне очень понравился и я так понял что в этот суп можно добавлять все подряд все что дети не хотят кушать но через вот это пюре дети будут есть все и получается здесь у нас варится теперь тыква целую тыкву почистил морковку белый лук купил здесь же у нас картошка египетская картошку привезли свежие и сюда еще добавил сладкую картошку не знаю это насколько будет вкусно или нет но так мы отдельно готовили я ем мне нравится но вот дети не хотят это но она сладко вот цветную капусту и мне тоже не очень понравилось да цветная капуста дает такой какой-то маленечко капустный привкус да а вот это пюре образный суп получается туда одну целую сладкую картошку батат называется вот это очень полезная штука вот продается в принципе в любых овощных магазинах это похоже на картошку но сладко должны были быть вот картошка вот такая вот это египетская картошка мы как-то покупали ее но какой-то период очень вкусно прям сильно отличается от обычной картошки которую ну у нас везде есть я сначала подумал что до египетской картошку сюда мы в песках могут вырастить блин взял ради интереса попробовать прям кардинально другая картошка на вкусно сладко и бипецкая не нет я уж угораю я не знаю чем этом выращивают неважно но там по ходу дела жара может быть как-то влияет это все но вот именно картошка из египта она сладко фиг знает ну вот прикольно из нее пюрешки офигенные вот получаются также купил белый лук такой мы никогда не покупали и лук короче разрезаю тут всего целый один был такой сверху чуть-чуть не очень но я разрезаю в отличие от красного лука красный тухнет а этот я разрезал он внутри начал прикиньте внутри уже были вот зеленые вот такие прорастает он пророс внутри он не тухнет а прорастает ну понятно да это чисто вот один попался все остальные вот офигенные целые вот я спросил он сильно отличается от обычного лука говорить ну в принципе не очень но это больше такой более сладкий в нем нету сильной горечи и он подходит больше для салатов но я думаю если суп суп пюре чтобы слишком не было вот этой лукового вкус пусть будет более такой сладкого то короче тема также взял два вида манго вот один манго дешевый другой манго дорогой вот какой манго дешевый какой дорогой да вот этот стоит 220 рублей вот а этот килограмм стоит тысяча 200 тысяча 300 рублей что такое но по килограммам он идет здесь я не знаю сколько по весу можно взвесить ради интереса но это откуда-то привезены там прям сортовой до поставь полки ну короче рублей 500 чем-то получается но он прям такой мягенький прикольно вот это что у нас такое фламинго но посмотреть откуда привезены я забыл это такой стандартный манго его можно как бы кушать в принципе нормально но если вы прям хотите манго попробовать это не манго если что чтобы вы знали просто многие люди например покупают и они думают что они прям едят манго это так себе это больше картошка не манго и даже это не совсем прям пипец манго манго мы до этого покупали прям настоящая манго потом как-нибудь заедем еще возьмем вот там манго и это тоже в принципе вот вот это уже манго это я так понял какая-то гена модифицированная какая-то штука быстро выращиваем нет я думаю это не совсем то короче картофаныч яблочки взял разные вот перец хурму взял бананы и к компот варить специальные яблоки взял вот такие с дерева которые вот обычно привезли давно так их не привозили вот яблоки с обычного дерева да другие яблоки они такие ну типа ездили не настоящие не совсем настоящие яблоки до на всяких подкормках морковку взял такие тоже более-менее приближенные к настоящим яблоки вот знаете как настоящие не настоящие которые естественные без подкормок они все-таки знаете вот такие небольшие кривые косые вот они вот в крапинку какие-то вот вот это настоящие яблочки дерева сорвали в основном такие настоящие вещи с узбекистана у нас везут там походу сильно не париться по поводу вот этих всех генетических штук пока что и это хорошо вот и я вот если появляются такие вещи беру их они стоят там за килограмм 100 рублей там очень дешево короче стоит и вот компот хочу сварить и вот тоже с узбекистана сейчас вроде называется эта фигня урюк ну короче сушеный абрикос тоже есть абрикосы которые обрабатываются там специальной кислотой тот желтый который урюк или как он он не урюк называется курага да вот курага которого кушаете из которого типа компотики варите это все специально там какой-то кислотой обработанная курага вот там я думаю ничего естественного нету уже поэтому вряд ли там чего хорошая если хотите прям для компота спрашиваете вот именно курагу который без обработки естественно сушеная и это видите вот абрикосы которым маленький тоже на дереве их тоже с узбекистана вот везут вот собирается дерево сушат все и из этого уже можно варить компот вот тут максимально естественно и микроэлементы содержится прикольно короче будем сейчас варить компот курага изюм хороший тоже изюм курага яблочки вот это все дело мы смешаем еще добавим некоторые ингредиенты получим великолепный компот ну еще взял перец вот это все конечно гена модифицированная непонятно и но так чисто погрызть у нас есть наш перец замороженный не наш тоже но естественно хороший перец для готовки но охота такой типа свежий так ну и орех макадами очень вкусный эдвин говорит папа купай такие мне очень такие нравятся да там вот если вы не знаете орех макадами вот такое обязательно попросите ключик вот выглядит он вот таким образом они вот такие штуки раскрываются и аромат такого шоколада они как будто шоколадные если вы возьмете какие-нибудь макадами просрочку то они будут горько вонючие но такие вам не понравится вы вообще не оцените вы скажете что за фигня какая-то и стоило за это платить поэтому я вам советую что делать когда вы покупаете орех макадами где бы вы не брали попросите один открыть и съесть на месте если вам понравится берите если это будет горько или что-то не так лучше не берите потому что обломаетесь вот так что вот такие вот виделися варим наш зубчик он такой великолепный суп будет через этот суп можно получить максимально мощные витамины сейчас это все сварится с чистой водичкой вот потом блендером замес добавляем туда пачку сливок а у нас есть в банке сливки кстати отстоялись от коровьего молока и получаем великолепный суп в пюре с очень полезными микроэлементами дети прям это и мы тоже на ура все это дело улетает очень максимально вкусную штук чуть-чуть солите не забываете конечно вот так воля тут каждые пять минут бегает кормить карапуза ему тоже нужны микроэлементы поп помыть пока я ходил он там нафурил фурфуры че сделал да да вот и хорошо вот он нас кушает спит и какает круговорот без остановки зато растет очень максим максимально быстро вот да карапуз вон он там вон он там ну и чтобы вот у ребенка было хорошее качественное молоко она же у оли тоже как бы с воздуха не возьмется просто так если она сейчас будет кушать один там какой-нибудь доширак и до макароны одни хлеб из магазина стрёмные какие-нибудь макароны бесконечно ну вряд ли там в молоко прям будет формироваться тут знаете в чем прикол получается чтобы молоко будет пытаться сформироваться максимально качественно но зато организм женщины будет разъедать будет крошиться зубы ну в общем это молоко забирает у мамы если мама не дает эти микроэлементы естественным путем как бы вот через продукты то арга у организма будет забирать организм мамы жертвует собой чтобы ребенку дать вот это все но тогда мама начнет разваливаться да волосы лезут зубы крошатся плохо чувствуют ходить сложно там к костин как бы сло ослабевает потому что из костей там вот это все забирает как бы на ребенка уходят и вот это все нету я очень этому рада вообще я думала что сейчас родится я буду меньше кушать чтобы похудеть а потом когда мы начали выписываться вот детский врач получается не на толк прям этот в конце прям вот как будто ему суждено было мне вот это вот сказать в дорогу говорит ну теперь вы должны кушать за двоих я говорю как это за двоих я хотела чуть-чуть кушать ну чтобы как-то это форму прийти нет говорит вот сейчас таки нужно двоих кушать так вроде говорят в конце беременности типа на двоих там потому что двое нет говорит в конце беременности тоже не нужно кушать за двоих нет тут надо заметить очень важно разнообразие должно быть еда должна быть разная дело не в том что сколько вы кушаете вы можете кушать сколько вы хотите сколько вам влезет в любое время суток беременным можно кушать 0 ограничений в этом плане ограничение только в том чтобы например не есть только например макароны или там только гречку обязательно вот как-то чередуйте всякие разные чтобы микроэлементы попадались ну разные овощи разное мясо по возможности конечно лучше чуть-чуть кусочки там какой-нибудь я не знаю гуся чуть-чуть взять чуть-чуть потом утку чуть-чуть куриная там говядина свинина ну вот так вот то все все перемешать периодически имею ввиду на протяжении беременности и кормление тоже ну вот сейчас вот я варю например тыквенный суп а если олива была одна вот думаете у нее есть время тыквы чистить вот это вот фигней страдать максимум там что-то одной рукой раз раз там ребенок бежишь тут получается то ли ребенка кормить то ли там пожрать сделать поэтому сейчас у оли больше задача это она кормит я насколько умею буду делать разную еду и если что-то я не понимаю я спрашиваю что оля как бы голосом контролирует как типа есть же там алиса подскажи сделать то-то то-то а я говорю оля подскажи сделай то-то то-то короче оля это что-то типа интернет как искусственный интеллект окей оля подскажи этот как делать тыквенный суп сколько добавить того да неважно так боли там сделала всякие еще разнообразнее еду но я не умею такое разнообразие делать поэтому делаем что можем даже вот если бы у меня было время да у меня как будто голова перестала работать я вот реально подхожу и я столько рецептов знаю а сейчас как будто у меня с головы все вылетело ну потому что у тебя больше ориентир на ребенка все силы туда уходят ночью блин это ты еще раз надо вставать ребенка кормить можно фиг забить конечно на ребенку типа ты давай там по графику значит четыре часа спишь там орешь не орешь типа по барабану если вот так то да тогда есть время но у нас подходит другой оля кормит блин никаких графиков у нас нету вот он захотел он покормился с ляжет через какое-то время захочет опять покормит вот мы как бы там в этом плане ребенка не ограничиваем но это сковывает действие оли вот сейчас она бы да ты помогла бы что-то делать но как но сейчас вот оля пришла туда вроде вмешаться и помочь и чего-то сделать но ребенок да все горит мама ты чё ты куда вообще пошла я че ты не получили да ты чё отдалилась от меня на метр да если что-то животиком дайте грудь вопрос решен пути дайте грудь вопрос решен спать хочет вопрос решен покакать хочет вопрос решен вообще молоко вот это как супер какое-то вещество вообще это не надо лекарство в него впихивать вот что-то не так с ребенком вот просто что-то он крутится что-то что-то не знаю любые действия дайте молока все вопрос закрыт все ему все да да и многие к нам приходят и вот и родители даже приходят они все типа чем все лежит хочу он тихо где чем не орет то вообще да когда орать то будет вот скоро будет орать скоро прошло уже больше месяца он не орет он спокойно лежит но они все удивляются что ты там по тысячу раз его корнишь не по графику до трех месяцев может там чуть больше но посмотрю по состоянию как вот это все чтобы как раз таки избавиться от вот этого всего а потом уже мне кажется у него там будет там автоматом уже будет он когда да да когда я уже пойму что я могу его не грудь отвлекать например от животика а игрушками разговорами тогда уже я не буду грудь давать сейчас на игрушки не реагируют там на разговор тоже особо не реагирует если у него что-то не так он только начинает этот виск-писк сразу даешь грудь как бы но он сразу ищет грудь то есть я тоже не его как раз таки только это и интересует все эти игрушки болтовня это вообще ему нафиг не сдалась допустим я вот ну как бы вот так делал или он там делать а вот так вот то есть у нас мы понимаем что ему нужна грудь да кушать хочет что а если допустим вот я не знаю там памперс поменять он не делает а и не ищет грудь да короче как только ребенок запрашивает еду дайте еду там до месяца пока что он месяц в общем-то прожил я вам могу сказать и вот только это интересует все ваши игрушки вот приспособление вот эти крутится верстится черные белые цвета все это полная чушь это наверное больше родители развлекаются чем ребенок ребенок если он пищит или визит или там кричит или там а у а чего-нибудь делает он просто хочет пожрать все на этом точка дайте покушать единственное со смесью так не прокатит да это и знаете вот в случае если вы кормите грудью если вы смесь будете так в ребенка впихивать он там заблюется там нельзя столько да тут нужно четко оговориться что мы говорим про грудное вскармливание потому что грудное вскармливание можно давать в любых дозах почему мы вчера только соли про это говорили потому что вот смотрите чтобы он сейчас получил молоко у ему нужно выкачивать это молоко это не халява какая-то с бутылочки он должен его высасывать это молоко а чтобы это сделать он тратить силы получается сколько он сил потратил столько молока и получил все бутылочка это вы как бы открываете идет заливка он сил не тратит а молока заливается много и он не врубается что он уже объелся и за это вот эти отрыжки сильные вот у него отрыжек нету таких да это очень редко если воле прям молоко там тоже льется сильно вот а так вообще нету поэтому можно грудью как бы кормить сколько угодно потому что сколько бы он не ел каждый раз он будет трудиться для этого кто смесью кормит там конечно же в промежутках нужно мне кажется давать водичку вот например я заметила у нас в зале очень жарко и бывает когда на улице еще очень тепло и вот например я вроде только вот покормила там его час надо да он просыпается да и вот сразу ищут ну как бы весь такой красный спотевший где-то там одеялом перекрыли перегрели и вот и тут можно сказать нет всего час там я тебе не дам покушать там надо 23 часа выдержать а тут я просто понимаю то что ну блин наверное жарко дети быстро перегревается и тут ему надо сдать молока чтобы он попил да вот этот момент я я если честно туплю каждый раз я это не могу понять но смысле я это уже знаю отдаю себе отчет что такая штука есть но вот это не могу никак зафиксировать а оля в это как бы понимает этот момент получается он вроде как только поел что-то бубнит вроде я все делаю чтобы вот он до этого как бы держался там ну а потом оля приходит чуть-чуть грудь дала и все и он спать дальше я потом а понятно он просто как бы в этот раз не кушать от пить хотел да мы этот или там жарковато или слишком сильно его перекрывать поэтому смотрите еще такая штука есть выбирайте одеяло хлопок что-то дышащие почему выбирается вот одежда качественная хлопок чтобы он дышал вот это одеялко чтобы дышала и проветриваемое помещение периодически чтобы он не перегревался у ребенка нету такого пока контроля как у взрослых они с перегревом и мощность если перегреете сильная ребенка он может даже ему ну очень плохо стать короче в больницу повезет ну контролировать короче слишком холодно нельзя слишком жарко вот сейчас я знаю что сейчас здесь жарко сейчас я вот открою чуть-чуть двери проветрю потому что да там готовка идет духовка работала вот он у нас всегда в шапочке периодически достаем эту шапочку так вот открываем дверь он конечно прикрыт все под контролем или мы отсюда выходим и открываем окно вот и запускаем сюда кислород все что там есть в воздухе чтобы или мы с той стороны вход центральный открываем дверь и ну вот этот уходит жара вот так так что вот это очень нужно контролировать если вы сконтролируете температуру и воздух то он кстати не будет хотеть столько пить будет более спокойно себя вести вот сейчас например у нас здесь 26 градусов это уже жарко и влажность 24 при том что увлажнитель не включен за счет того что я там поставил суп вот этот варить и духовке блинчики жарились сейчас надо опустить где-то температура до 20 22 21 и влажность до 20 короче и то и другое двадцаточка будет и это комфортно такая обстановка ну и проветривая мессица должна быть потому что может быть холодно у вас там спертый воздух вы там ходили пропердели всех дышать нечем у вас один углекислый газ вот сейчас я там открою дверь потому что здесь видите варится это все дело я вот так вот делаю дверь открываю так и у нас заходит воздух но у нас еще и стирка тут работает от нее тоже тепло идет там сушилка когда включается там и вот так вот надо открывать и выкачивать из дома как бы вот этот теплый воздух вот так вот дверь открываю у нас кислород поступает тогда хорошо сразу хорошее ощущение но оля хотела попить чай сейчас я и чай сам сделаю тогда до оля успела до урвать пару орешков наверное погреть сначала до добавить кипятка ты уже два раза грела понятненько сейчас достал самую большую кастрюлю но беда набираем фильтрованные водички наши промыл хорошенечко урюк видите какой он красивый стал и изюм тоже промык естественно все это добавляем сюда вот так также все фрукты и овощи даже бананы когда покупаете промываете прежде чем поставить на стол многие люди этого не делают бананы собираются фиг пойми в каких условиях и они я думаю что их тоже опрыскивают определенными химикатами для роста и также их срывают упаковывают и везут и вряд ли их прям сильно моют и в дороге в любом случае непонятные там вещи поэтому ополаскиваете дайте просушиться потому что люди думают ну кожура же а почистит а ребенок-то банан берет лапает этот банан открывает а потом это все на лицо в рот и фиг пойми что поэтому все моем и вот такой вот коврик есть прикольный на вал берет заказывали водичка здесь скапливается потом просто сливаем вот сейчас я почищу тут наверно так вот три яблока вот так вот наверно это же добавлю туда же в компот а это на следующий раз но это на стол поставим хорму кушать также и вот это все дело моем а потом только чистим не забывать все это мыть многие люди фиг забили вообще на вот эту вот гигиену набираем сейчас почти полное чтобы побольше у нас было водички чтобы компотик у нас получился бомбически вот это у нас настоящие абрикосы просто сушеный урюк получится очень питательная штука мы варим потом по бутылочкам стеклянным разливаю ставлю в холодильник и дети достают наливают ну как будто мы там купили какой-то сок компот вместо вот этих вот дебильных соков это вообще не соки люди даже понятия не имеют что они пьют вот эти все добрые я почем бы они не были эти все соки это все одна большая шняга там просто химически составлено порошок там сделаны разбавляется заливается и и люди как бы себя уговаривают что вот это хороший сок вот сок дети пейте сок да это не сок это блин шняга заливается в детей хотите блин сок вот варите компот насколько это возможно мы тоже покупаем иногда эти все соки и чего-то такое понятно всем не безгрешны но я говорю насколько это возможно делать чтобы все-таки было качество поэтому вместо этих соков купите вот урюк сварите вот яблочки какие-нибудь самые простейшие вот самые простые купите яблоки там урюк не знаю еще чего-нибудь там грушу можно одну-две грушки кинуть закиньте сварите вот вам пожалуйста лимонад так здесь все это дело сварилась проверяйте сварилась или нет просто вот смотрите вот все превращал это вот в кашу разваливается все вот спокойно как бы рубится вот значит все готово она уже вон если помешать получается почти пюре маленечко остынет чуть-чуть постоит как раз и я этим дрелью как она называется блендер до блендером короче сделаю мелкую штуку и в принципе все суп пюре обалденно шикарный мега бомбически готов только туда сливки еще добавляете и все здесь компотик не менее бомбический компотик вот сейчас показать вам просто хотел так немножко получать здесь урюк почистил яблоки изюм есть и сейчас еще достанем кое-какие там ягодки добавим и это все дело будет вариться не будет у нас компот не менее бомбически смотрите сколько витаминов блин и еще манго почищу соля будет кушать манго а я хурму зафигарю будет все чики-пуки вот и блинчик сейчас рубану а сюда поставил тарелочки фрукты чтобы на проходной это я приколюху такую придумал я сейчас по полкам раскидаю нифига никто это не увидит а так дети проходят туда-сюда и бац фрукты исчезают все отличная движуха для вкуса еще вот такие закину тропические фрукты есть еще такой манго кубиками так вот закину мангу а это на следующий раз как раз пусть компотик варится а у нас же сливки есть молока сверху и там есть я банку принесу сверху сливки сниму вот карапу сейчас сходили все ему помыли почистили одели все да я достану альты кушай вот сидит наслаждается карапузец мы то ли сейчас будет что-то кушать и тоже себе чай налью и вот с этим блином поем вот так вот у нас молоко деревенское тут я думаю вы видите сливки сейчас мы эти сливки добавим сюда супчик все остались там потом а то молоко уже идет в принципе вот я вот эти сливки слил вот и сейчас это все дело блендером перемешаю и получится у нас суп-пюре нет там внутрь досуметь будут все суп-пюре готов сейчас мы положим это все дело тебе сколько еще очень кого вот такой вот супчик получился и я тоже буду кушать и я и я карапузу ничего не видно работает только один глаз спасайте ситуацию да иван ничего не видать как можно одним глазом скажи да срочно поправляйте шапочку сейчас оля будет пробовать супчик великолепно давай жги то что нужно вкусно милана конечно сметану себе положит но она всегда сметану туда у нас сливки оказывается закончились я забыл что-то купить потому что постоянно используем я думаю чуть-чуть какой-то другой вкус как-то как будто послаще а потом вспомнила чтобы она сладкая картошка там но вот сейчас дети придут вот эта штука особенно милана нападет на это и будет вот это кушать два дня без остановки любой повод она придет вот это положит погодить есть и при этом как бы ребенок даже не знает что он кушает тыкву батат и лук морковки вообще все что она не любит все это она не любит но вот этот супчик любит мне так смешно было когда подружки у нас ночевали получается тут короче варится это все вот эти овощи все вместе накидана крупными кусками они мимо проходят и я говорю подождите сладко не наедайте сейчас вот суп пюре будет и они так посмотрели вот эту фигню это вы в сарайку типа куда-то кому-то готовить я не заставил я просто посылка одну ложечку как бы заставила потому что вообще бы не рискнули даже ложечку съесть потому что у них такое лицо было а потом просто одну ложечку типа это говорит и когда они попробовали эту ложечку они хотели скуксится а потом они прям были сразу подготовились все вы рожи корчить но не получилось а потом когда попробовали и там вот хочется еще ложечку еще вот прям такой нет они прям с первой ложки я прям вижу сейчас такие хотели сразу сделать ведь типа фигня и такие даже не успели это сделать и такие были вкусно и все даже видео да я прям снимал эту реакцию так что готовьте такой суп очень вкусно вот тут просто целая куча сейчас я себе тоже положу и он с тем блином поем сейчас я буду пить чуек персиковая волю пошла кормить карапуза и к кушает суп пюре там потому что эвен захотел кушать вот так я почистил оле манго сейчас я попробовал это манго просто такой вкусный фрукт блин просто обалдеть насколько это вкусно ну очень вкусно такой как будто сливочная какой-то блин и тут на видосе выглядят чуть темноватые в живу они намного светлее края чуть-чуть как бы поджарились пересохли их обрубил вот внутри индюшатина мы готовили в духовке с укропом и кусочек сливочное масло было я сейчас это съел вместе с пюре получилось просто шикарно 1 2 штучки вообще улетает нефиг делать вот и компотик у нас варится включил вытяжку чтобы запах уходил потому что тут сладость такая по всему дому компотом пахнет суп пюре чем дольше он сейчас стоит несколько часов он настаивается тем он вкуснее как раз дети придут и будут супчик кушать бомбически ну и будут пить еще компотик посмотрите как урага расходится вот размер как раз таки вот абрикосов с дерева настоящие абрикосы они вообще оригинальные маленькие на дереве а те абрикосы которые вы знаете большие в основном это сортовые а сортовые это не ну как бы тоже смотря где выращены но это выведены абрикосы это уже люди вывели природе таких больших абрикосов не существует вот эти маленькие это оригинальные изначальные абрикосы которые должны быть вот и они в себе содержат больше витаминов чем вот все здоровые вообще все фрукты они изначально были маленькие потому что в природе такую крупность вот это бессмысленная как бы затрата что тут будет вкусный компот у тебя соль и там пюре . следующее оранжевые но а кстати да морковку оранжевая бататка оранжевые все оранжевая манго следующее короче оля отсюда кушает а карапуза оттуда получает все все эти витаминчики вот так работает вся эта система так что карапуза сегодня тоже оранжевый день потом будет оранжевые кукуши сейчас я с чаем буду вот такую штуку кушать это фирма зэнтис марципан брод традиционал короче немецкое производство вот в метро на дыбл очень вкусная штукенция из марципана вот такие штуки будем сейчас это все дело кушать вот сюда положу с кофе очкам тут у нас видите чай кофе потанцуем вот разные чаи кофе очек сейчас я буду с чаем это все дело кушать марципан чтобы вы знали это не шоколад это орех вот разные орехи бывают вот но в данном составе это конкретно миндаль раздробленный миндаль это и есть марципан вот так короче орехи компотик у нас тоже готов тут даже кстати есть который я добавил смесь тропические фрукты здесь есть дракония драконий фрукт вот есть манго есть банан чуть-чуть в общем всего тут предостаточно получился просто бомбически так сейчас какая из них тут подходит вот это подходит все что тут ведро пюрешечки ведро компотику